В новых экономических условиях развитие туризма в России получило самую серьезную поддержку государства. Только за прошедший год в рамках нацпроекта более 1 миллиона человек смогли воспользоваться программой туристического кэшбэка. Три новые грантовые программы на развитие туристической инфраструктуры запустил Ростуризм. Помощь государства позволила значительно увеличить тот поток в Карачаево-Черкесию, создать новые рабочие места. Один из тех, кто воспользовался государственной программой, известный предприниматель Вячеслав Дерев. Его уникальный проект «Франчо Биберт» обещает стать одной из достопримечательностей республики, не менее популярной, чем Архиз или Донбай. В государственную программу я вошел. Два объекта, а вот там от хижина на 4 места. Вот, и еще один объект – это туристическая тропа. Вот, на вот эти две программы я подал заявку, мне сказали, что я принят. Да, на Биберде нет высоких гор и ледников, но местность Аранчи не менее живописная. Два озера, своя пасека, редкие деревья. И главная достопримечательность – лошади кабардинской породы. Их здесь около ста. Все красавицы, как на подборах. А еще на Ранче есть то, что отсутствует на знаменитых вернолыжных курортах. Тишина и уют. Особое очарование Биберде – его отнастили. Мазанки, камыш и дерево органично вписываются в местную ландшафтку. Создают свой неповторимый колорит. Это костевой дом. Один из стилей. То есть вот этот стиль я хочу перенести на гостиничные дела. Здесь сплошная эклектика. Здесь смешение всего, что это. Но, как бы сказать, в какой-то степени оно не выприевает из общего деревенского стиля. То есть деревенский стиль. Ну, его, в принципе, как бы сказать, сама площадка – этноплощадка. А стиль деревенский. И я и его, ну, немножечко, может быть, я там крены в одну, в другую сторону. Это все вольница. Да, деревенский. Внешне все постройки, я думаю, вы уже обратили внимание, внешне они все равно деревенский стиль. Два объекта – вот это, вот здесь, вот рядом, да, и еще вот это здесь. Это уже 18-19-й. Я к стиле, я абазино-черкес. Так они жили. Это я признаю. Но это внешне. Внутри я импровизирую. Мне, мне нравится. Суть, опять, я опять, я не хочу быть похожим. Ну, приют люди, вот то, что они видели. Это же не очень интересно. Надо показывать, как мне кажется, то, что люди не видели. Гостиницы все имеют стилевое, но в то же время и есть гостиницы, которые серьезно отличаются и имеют свое лицо. Я не использую здесь дизайнеров, я не использую здесь таких каких-то… Использую. Иногда я советуюсь, потому что дочь у меня все-таки, она дизайнер. Иногда я к ней обращаюсь, она мне как бы так, общее направление дает. А остальное то, что вы импровизируете. Это стилизованный этностиль черкесов и абазин. Здесь нет ярких красок, кричащей роскоши. Все сдержанно и элегантно. Комната буквально купается в солнечном свете, но снабжена достаточным количеством светильников для комфорта гостей. Уютный камень в ней погоду добавит очарования. Это как бы тренировка стиля, чтобы понять, я той дорогой иду, которой я хотел или нет. Другой проект, который при помощи государства осуществил дерев, – это тропа. Поднявшись на вершину, туристы смогут полюбоваться открывающейся панорамой живописной природы Биберда. Тропа туристическая, она – это определенный, как бы сказать, километраж. А там ограничений нет, но сумма тебе дает, допустим, там 3 миллиона, ты добавляешь свои полтора, и где-то в пределах 5 миллионов я делаю тропу. Что она из себя представляет? Что такое стационар? Это место для обзора, вот когда туристы идут, это как бы туристический такой навес. Навесы можно разные делать. И навес, обыкновенный навес, который вот как люди в обычном смысле, его тоже можно сделать так, что он будет интересен. Это, считаю, что прикрытое помещение, не помещение, прикрытое, как бы сказать, площадь, на которой будет стоять стол и размещаться места для посадки. Группа туристов по регламенту туризма, я сам был удивлен, оказывается, на 5-6 человек на одного проводника. А если ты берешь еще 5-6 человек, то они должны подписать, что они дают добро, чтобы при одном проводнике оно, в общем-то, осуществляло. Поэтому вот на 12 человек пошли туристы по тропе. То есть я должен здесь, на этой территории, показать наиболее достопримечательные места. Они есть. И вот это первая площадка стационара. Потом они идут по лесу. Но это все равно напряжение. В лесу они останавливаются, опять площадка там, под дубами, скамейки, и они там отдыхают. А так как это будет сопровождаться обязательно, все-таки там у них там бутерброды, вода, ну люди сели, перекусили и пошли. Вся прогулка, в общем, итоге где-то примерно 4-5 часов. Да. В том-то и дело. И мы выходим вот здесь, поднимаемся в лес, по лесу, по горам, потом по площадке там, как бы сказать, сверху. И там еще, на самом вот здесь, вверху, там огромные тоже опять площадки, опять там становится стационар. Оттуда обзор вот этой всей достопримечательности. Это красиво. Ну и тем более вдвойной обзор дается именно того, что, как бы сказать, чтобы увидеть часть Биберда. Часть. Одну двенадцатую. Потому что вот эта нижняя площадка, это одна двенадцатая. Это 50 гектаров, а там 550. Поэтому там есть где погулять, походить, посмотреть. Это интересно. Нагулявшись и набравшись впечатлений, гости Биберда смогут подкрепиться в небольших ресторанчиках. В каждом из них будет своя кухня и своя изюминка. А пока что за собственные средства Вячеслав Дерев осуществил вот такой необычный проект. Думаете, это столовая или кафе? А вот и нет. Это «Едальня». «Едальня» мне нравится в силу того, что это, в общем, та старорусское слово. Ну, не менее избитый и сразу, как бы, акценты на него ставятся. Мне нравится, потому что я перебирал. И корчма, и таверна, и всё это остальное. Ну, я это всё видел. А вот «Едальня», ну, как бы, нас к старине зовёт. К какому-то теплу. Ну, может, для кого-то она режет слух. А мне нравится. Здесь должна быть хорошая кухня. Это не французская кухня. Это не что-то там, это... Но она должна быть хорошей. Понимаешь, ну, не все имеют эти претензии. Ну, как разнообразие кухни. Когда откроешь иногда в ресторан, заходишь, а там меню и там 50 названий. Я думаю, это ж сколько она у них в холодильниках лежит. Ты понимаешь, ну, всё-таки это должно... Ну, 4-5 блюд, которые сезонные для... Они должны проходить. Ну, надо думать. Надо думать, надо делать, надо создать обстановку, которую это... И я ничего не хочу. И здесь... Здесь тепло, уютно. Да. Всё. Первую задачу... Первая задача. Ты зашёл, тебе уютно, тепло, всё. Дальше следующее. Это кухня. И хороший сервис, хорошая обслуживка. Человек должен с хорошим настроением сесть, с хорошим настроением, ещё с лучшим настроением выйти. Эту красоту Дерев создал из бывшей конюшни. Сохранив некоторые атрибуты, маленькие окна, стилизованные в ворота, которые напоминают нам о старине, Вячеслав Дерев сумел визуально расширить пространство, сделать его светлее, добиться той камерности и домашнего уюта, которые особенно нужны жителям больших городов. Мне нравится. Мне нравится, когда много тепла. Это люди будут чувствовать. Государственные программы поддержки бизнеса, они вам как-то помогли? Без сомнения. Вот эти два проекта этих... Да, единственное, что я тебе могу сказать, что мало. Денег? Нет. Мало проектов. Мало. Ну что это хорошо? Ну а один коттедж я здесь построю с помощью государства. Один. 75 процентов они, 25 процентов. Но этого мало. Больше, шире надо это все делать. Другой вопрос, что жестче надо, как бы сказать, спрашивать. Конкурс должен быть очень жесткий. Но я считаю, что этого мало. Ну вот был я в Архизе, Донбайе недавно был. Ну я хочу тебе сказать, не видно до конца шикарные места. Есть шикарные гостиницы, я видел. Все есть. Ну этого мало. Если туризм, этого мало. А вот 2, 3, 4, 5 часов на лыжах. Дальше что? По нормам? Ну надо же обеспечить их остальной всей. Для чего человек приезжает? У нас лошади здесь, значит, лошадные. Туристическую тропу делаем, значит, пешие проволоки. И это, это все частица. Олени опять должны, как они здесь были. Есть 5-6 оленей, но там поле субъекта. Этого мало. Птица должна быть, лухарь надо, чтобы был. Сову надо обратно запускать. Должна быть живность, должно быть что-то отличительное. Человек приехал дальше, его же надо. При гостиницах очень много надо инфраструктуры. И бильярдные должны быть, и это должно быть, и то должно быть. Надо дать полную. Человек должен приехать, он же отдыхать приехал. А иначе получается только бар. Этого мало. Кроме лыж, кроме много, очень много. Там место есть великолепное для дельтапланов. Ну, есть что, есть о чем думать. Когда же мы увидим это все воплотить? Ой, Оля, Оля, ну все так, это, во-первых, ну немножко сложновато время, ну много тут сложностей, много, которые, ну надо учитывать. Да, это замечательно, потому что программы по туризму. Они помогают бизнесу. Но человек, который приехал, да, он должен, он должен сплотиться и сказать, что от души отдыхал. У него не должно быть других мыслей. И если какая-то и должна возникнуть мысль, да, там, это сообщить, что вот есть хорошее место, где я хорошо отдохну. Хорошие отзывы должно быть. А это все надо думать. Это работать, шлифовать, это много фактов. То есть мы не скоро увидим туристов на берегу? Я, надеюсь, со следующего года уже первый. Все-таки много талантливых людей на земле Карачаево-Черкесии. Вячеслав Дерев предприниматель, а не дизайнер. Однако ему удалось за достаточно короткий срок наглядно заявить о себе, доказать, что все возможно, если есть желание и идея. Я не знаю, что будет на Биберде, когда сюда приедут туристы. Но пока здесь такое умиротворение, тишина и спокойствие, что уезжать отсюда совершенно не хочется. А хочется сказать, остановись мгновение. Ты прекрасна. Субтитры создавал DimaTorzok